В ночь на 1 апреля у меня зазвонил мобильный. Неизвестный номер. Алло? Евгений, с вами говорит Максим Люксютов, заммэра Москвы по транспорту. Ого! Чем обязан такой честью? Мне нужно с вами срочно встретиться прямо сейчас. Неужели вы хотите лично извиниться за то, что лет 10 назад солгали мне, что между Рижской и Сокольниками будет задел под еще одну станцию БКЛ? Помните, в комментарии к вашему посту... Нет, нет, тут у нас просто ЧП. И может понадобиться ваша помощь. Но это не телефонный разговор. Повторяю это срочно. Даже не могу выслать за вами машину. Поэтому прошу вас, садитесь в один из последних поездов, вы еще успеете. Следуйте от Борисова до Печатников. Там перейдете на БКЛ, где я вас буду ждать. Ну раз уж вы знаете, где я нахожусь, значит это предложение, от которого я не смогу отказаться. Жду вас. До скорого. Я один спускался по одному из пяти эскалаторов. Люксютов встретил меня своей сверкающей белыми зубами улыбкой у спуска на платформу для движения по часовой стрелке. Спасибо, что приехали. Пройдемте. Мы спустились вниз в группе мужчин явно начальственного вида. Они стояли у входа в поезд Москва-2020. Но не у простого, а сверкающего стразами. Это был новогодний состав, который не так давно ходил по кольцевой линии. Это что за гламур? Спросил я. Так получилось, ответил Люксютов. Как раз была вруднева перегонка, чтобы стразы там с него снять. А мы перехватили, чтобы все осмотреть. Так что же случилось? Поехали, я все расскажу. Мы сели в поезд, который тут же отправился. Ехал он, правда, очень медленно. У нас пропал состав. Наконец решился Люксютов. То есть, как пропал? Мы сами ничего не понимаем. Обычный состав на БКЛ был на линии сегодня весь день. Ходил по первому пути. Перед вечерним пиком отстаивался в тупике за Клиновым бульваром. В 16.53 выехал на Ногатинский затон. Это последняя точка, где он был зафиксирован камерами. А вот на печатнике он уже не пришел. Подождите, как это? А вот так. Пропал. Вот где-то здесь, под рекой. После затона. Вы шутите, что ли? Он что, затонул? Или уплыл, испугавшись ваших рыбов? Не смешно, Евгений. Все очень серьезно. Мы тут в этом двухпутном туннеле каждый сантиметр обыскали. Останавливали даже движение. Но это просто так, чтобы доказать себе, что мы с ума не сошли. И что? Поезд точно последний раз видели здесь? Может, по какой-то ошибке он уехал в другом направлении или по ССВ на другую линию? Мы все проверили, конечно же. Ничего этого не было. Даже гейты проверили. Не ушел ли он вообще за территорию метро? Нет, конечно же. У нас же все под контролем. Тысячи камер везде. Но я вам вот что еще расскажу. Тут вообще что-то необъяснимое. Мы ведь даже не сразу узнали, что поезд пропал. Все наши сигналы, СЦБ, светофоры и прочее, показывали, что поезд проехал еще два круга. Хотя по камерам на линии его не было. И только когда сменный машинист на Нижегородской не дождался своего состава, только тогда мы забили тревогу. Но постойте, в новостях я об этом сегодня ничего не слышал. Ну и слава богу, мы держим все в тайне, пока не разберемся. Поэтому я и вызвал вас сюда для разговора. Но почему я? Все еще не веря тому, что я только что услышал, я смотрел на ярко освещенный тоннель. На соседний путь. Люксютов продолжил. На вас нас навел один наш работник, он постоянно смотрит ваш канал. Сказал, что когда-то у вас вышел ролик, где вы предлагали назвать станцию не Нагатинский затон, а Якорное поле. В честь писателя Крапивина и его повести. А в повести этой станция такая тоже, вроде как на Большой Кольцевой. И причем то ли есть она там, то ли нет, то ли реальность раздваивается. Вот мы и подумали, что... Я даже не знал, что ответить. Плюс мы навели справки, у вас серьезные знания математики, нейросетей. Вот мы и подумали привлечь вас в качестве эксперта. В общем, мы зашли пока в тупик. Николдунов же нам было звать шаманами, чтобы поезд вернуть. Не хотелось мне это говорить, но на данный момент вы наша последняя надежда. Я глубоко вдохнул и выдохнул. И тут какая-то невнятная мысль стала бродить у меня в голове. Ну, я, конечно, работаю с нейросетями, с их сетевой структурой, многомерными вложениями. Ну, а метро, моя давняя страсть, и его сеть я хорошо знаю. Она сильно в последние годы разрослась. Ее топология все больше усложнялась. Но, честно говоря, я не специалист в этой области. Вам скорее нужны люди такого калибра, как Георгий Перелман. Это тот, который от премии в миллион долларов отказался? Да-да, тот самый, он ее получил за доказательство гипотезы Пуанкаре. Хорошо, мы попытаемся его найти, но раз вы рекомендуете конкретного человека, у вас, значит, есть хотя бы общая идея того, что здесь могло произойти? Идея есть, правда, я всегда считал это фантастикой. Тут я увидел, что одна из схем метро на стене поезда плохо приклеена. Тогда я взял и оторвал полоску с ее края. Люксютов посмотрел на меня с недоумением. «Вы слышали о ленте Мёбиуса?» Спросил я. «Что-то слышал», — ответил Люксютов. Я свернул полоску бумаги в кольцо, но сначала повернул один край обратной стороной. Лист или лента Мёбиуса, сказал я, обладает необычайными свойствами, потому что имеет лишь одну сторону. Ее трехмерный аналог, бутылка клейна, топологически более сложна, потому что она еще и замкнута. Топологи знают поверхности куда более сложные, по сравнению с которыми и лист Мёбиуса, и бутылка клейна — просто детские игрушки. «Сеть бесконечной связности с совпадением разнонаправленных потоков топологически может быть чертовски сложной. Вы представляете, какие у нее могут быть свойства?» Люксютов ничего не ответил. По лицу его, быстро сменяя друг друга, промелькнули гнев, растерянность, отчаяние и полная покорность судьбе. Но я продолжал. «Максим, ваша система метро представляет собой сеть огромной топологической сложности. Она была крайне сложной еще до замыкания большой кольцевой линии, а теперь...» Тем временем мы проехали станцию Кленовый бульвар, на которой поезд не остановился. И вскоре шум поезда чуть усилился. Мы перешли из двухпутного туннеля в однопутный. «Куда мы едем?» — спросил я. «На Хаширскую». «А что там?» Там, вроде как, видели поезд. Или не видели. В общем, вы сейчас все сами поймете. Когда через минуту мы въехали на Хаширскую, наш гламурный состав не стал останавливаться, а проехал чуть дальше в туннель. Один из людей в форме машиниста, который ехал с нами в вагоне, прошел в хвост поезда. Вскоре мы двинулись в обратном направлении, но тут же со скрипом по съезду перешли на путь за Москворецкой линией и вновь оказались на Хаширской. Я понял, что мы там встали, чтобы не мешать проходу других поездов, ведь движения на зеленой линии от Автозаводской до Орехова до сих пор не было. Двери открылись, и мы вышли на платформу. К нам навстречу бросился какой-то невзрачный мужчина, представившийся начальником метрополитена. «Вы видели поезд?» – спросил его Люксютов. «Да», – ответил он, – «то есть почти видел, во всяком случае мы знаем, что он на линии». Меня ничуть не удивило это сообщение. Поезд должен был находиться на линии, ведь вся система метро представляла собой замкнутую сеть. «Расскажите поподробнее», – попросил я. «Линия была полностью очищена от всех поездов, кроме вот этого», – сказал начальник метро. «Но вдруг мы услышали шум поезда в этом зале, когда стояли в соседнем. Перебежали сюда по лестнице, но поезд уже вроде как прошел, не остановившись. По крайней мере, светофор в сторону Варшавской горел красным». «То есть вы его все-таки не видели?» «Мы...» Но тут голос начальника метрополитена замер, он предупреждающе поднял руку. Вдалеке нарастал гул быстро приближающегося поезда. Гул превратился в грохот, когда поезд промчался где-то за стену. Платформа задрожала под ногами. «Вот он, вот он!» – закричал Люксютов. «Он прошел прямо под носом у тех, кто там, на соседней платформе». Он повернулся и побежал к лестнице, ведущей на платформу с направлением движения в сторону Коломенска и Кленового бульвара. За ним последовали все, и только я остался. Я был почти уверен, чем все это кончится. И не ошибся. Не успел Люксютов добежать до лестницы, как навстречу ему торопливо поднялся сотрудник полиции, дежуривший на параллельной платформе. «Вы видели его?» – возбужденно воскликнул он. Люксютов остановился. Замерли в испуге остальные. «Вы видели поезд?» – снова спросил полицейский. Двое служащих метрополитена, дежуривших вместе с ним, тоже появились на лестнице. «Что случилось?» – ничего не понимая, спросил начальник метро. «Да видели вы, наконец, поезд?» – раздраженно выкрикнул Люксютов. «Конечно нет!» – ответил полицейский. «Ведь он прошел мимо вашей платформы». «Ничего подобного!» – разъявился Люксютов. «Он прошел у вас!» Семеро человек во главе с Люксютовым готовы были испепелить взглядом тех троих, что поднялись с соседней платформы. Я подошел к Люксютову и тронул его за локоть. «Максим, поезд невозможно увидеть!» – сказал я тихо. «Он вроде бы и здесь, на линии, и в то же время в таком пространстве, таких измерениях...» «Это тяжело объяснить. Звучит как бред, но, допустим, мы же все слышали. Почему он туда попал?» «Я попытаюсь объяснить, но мне нужно время. У вас есть схема путевого развития?» «Да». Люксютов подозвал помощника, завернутый в рулон схемой. «Мне надо сосредоточиться», – сказал я. «Я тут побуду, хорошо?» И, взяв схему, я направился в стеклянную будку, которую построили для маломобильных групп населения, чтобы они там укрывались в случае задымления или пожара. Мне хотелось, чтобы все оставили меня в покое. Вышел я оттуда только через час, когда беспокойный Люксютов уже стал стучать пальцами по стеклу. Я позвал его вовнутрь. «Вот смотрите», – произнес я. «Сеть московского метро стала такой сложной, что здесь как-то образовалась точка перехода. Узел высшего порядка». «Что?» «Вот большая кольцевая линия, видите?» «Ну?» «Она замкнулась, но при этом осталось вилочное движение в сторону Шелепихи, а далее служебные ветви, две, в сторону Парка Победы». «Но там поезда с пассажирами не ходят?» «Неважно, главное – наличие связи, самой возможности проезда». Далее съезды на Арбатско-Покровскую линию. У нее запутанность с Филевской за счет съезда в двух местах, плюс связь с Замоскворецкой через ССВ у площади Революции. Замоскворецкая же за Новокузнецкой имеет съезд на Кольцевую линию и на Серпуховско-Тимирязевскую. Откуда опять можно попасть на Большую Кольцевую линию через ССВ на Савеловской? Ну и что, все это было еще до замыкания БКЛ? Да я бы тоже так сказал, но дело в том, что оба пути БКЛ соединены с путями Некрасовской линии на Нижегородской. А по путям Некрасовской линии можно выехать в депо Руднево. А в этом депо, смотрите, есть петля. Не просто тупики, как везде, а петля, которая идет вокруг депо. То есть поезд может развернуться, как какой-то трамвай, не меняя кабину. А это значит, что оба пути Некрасовской линии, а следовательно и оба пути БКЛ после ее замыкания, это один путь, одна поверхность, одна лента. Как лента Мебиуса. И это сразу кардинально меняет дело. Каждый путь не только кольцевой на, собственно, БКЛ, но еще и замыкается сам на себя. Топология всей системы сразу выходит на новый уровень. Все съезды как бы становятся двухсторонними. Направление движения и даже ход времени перестают иметь значение. Вы понимаете? И все соединения БКЛ с другими линиями еще только усиливают этот эффект. Именно в замыкании БКЛ, причина пропажи поезда, он достиг определенного узла, в котором связность, многомерность системы стала такой сложной, что он выскочил в другое измерение. Это я, конечно, на пальцах объясняю специально для вас. Да я все равно ничего не понял. Понял только, вы считаете, что замыкание БКЛ привело к тому, что поезд пропал. Что же нам? Прекращать по ней движение? Или ломать петлю вруднево? Или еще хуже, разбирать где-нибудь тоннели? Ни в коем случае. Если вы это сделаете, исчезнувший поезд уже никогда не вернется обратно в наш мир. А так, пока все работает, еще есть шанс, что поезд вновь появится. Рано или поздно. Кстати, лучше бы вам не отключать на ночь контактный рельс, хотя бы здесь, на БКЛ. Электромагнитное поле взаимодействует со всеми полями и на пересекающихся измерениях. Это может привлечь поезд обратно в наше пространство-время. Хорошо, я дам указания, ответил Люксютов. Но все это чистый сюр. Честно сказать, и для меня тоже, ответил я. Я и сам не предполагал, что такое возможно. Все эти искривления и многомерные узлы в пространстве математики всегда рассчитывали абстрактно, теоретически. И тут такое. Что ж, спасибо вам, Евгений. Но неужели мы ничего прямо сейчас не можем сделать? Боюсь, что нет. Сейчас лучше только ничего не трогать и просто ждать. Кстати, пока я изучал схему, я заметил еще и повышенную квантовую запутанность информационного поля. Оно ведь и так сейчас сильно возмущено на нашем участке пространства-времени. А вы тут еще добавили. Вот смотрите, у вас замкнутость логических парадоксов семантического подпространства третьего порядка. Отсюда в одном перегоне станция Варшавская. Она на БКЛ. Но депо с тем же названием Варшавская обслуживает не БКЛ, а Серпуховско-Тимирязевскую линию, на которой недалеко от этого депо есть станция Южная. При этом депо Южная достраивается сейчас в Братеево, чтобы обслуживать замкворецкую линию. А давно существующее депо замкворецкое обслуживает БКЛ. Мы пришли к чему начали. Неужели и это тоже важно? Я не успел ответить, как к нам постучали. Какой-то человек в погонах стал шептать что-то Люксютову на ухо. Что еще случилось? Спросил я. Люксютов вздохнул. Переломана нигде не могут найти. Даже спецслужбы. А вы посмотрите камеры наблюдения. Здесь в метро посоветовал я. Вы что ж думаете, он почти уверен. Сообщите мне, когда что-нибудь про него узнаете. А теперь я поехал домой. Хорошо? Хоть пару часов мне надо поспать, плюс посмотреть научные статьи. И еще лучше понять схему. Я ее возьму с собой? Что ж, наверное, вы правы. Здесь уже от вас пользы мало. Только прошу вас, никому не говорите. Считайте, что это гостайна. А как же люди? Спросил я. Люди? Не понял Люксютов. Ну, пропавшие в поезде. А, их там было около 30, не больше. Поезд же только вышел из тупика и взял людей на Нагатинском затоне. Тех немногих, кому не повезло там оказаться в это время. Ну, что ж, как обычно, выплатим компенсации. Так будут молчать. Мало ли, сейчас людей пропадает. Некоторые насовсем. Такие времена. Домой я добрался на такси, но, конечно же, долго заснуть не мог. Все сидел и сидел над схемой. Пока утром часов в 9 не раздался звонок. Хотя я и сам уже хотел звонить Люксютову. Вы нашли Перелмана? Спросил я, когда услышал из трубки его голос. Это было нелегко. На Нагатинском затоне он в этот поезд не садился, так что пришлось смотреть все видеозаписи всех станций Большой Кольцевой за много часов. В итоге засекли его бороду на Сокольниках, потом проверили по Фейспей. Да, это он. Сел в этот поезд еще там, проехал на нем против часовой до Кленового бульвара. Но когда объявили конечную, из поезда не вышел. Где-то спрятался, наверное. Дежурный по станции его не увидел. Потом сидел там в тупике вместе со Ставом несколько часов. Уж не знаю, что он там делал. А потом, ну что дальше было, вы знаете. Да, я так и думал, что Перелман в том поезде. Думаете, это его рук дело? Спросил Люксютов. Не знаю, но то, что топологическая аномалия его заинтересовала, это факт. Да, Евгений, увы, придется вам распутывать эту аномалию без Перелмана. У вас есть новости? Думаю, да. Я всю ночь размышлял, что еще могло стать катализатором событий и рассчитал, что это закрытый участок за Москворецкой линии. Оборот по Орехово в неправильном направлении создает дополнительную топологическую аномалию. На Каширской линия полностью замыкается на БКЛ, нет разрядки через связь с Люблинским радиусом. Это еще больше увеличивает напряженность полей, а связанность многогранного пространства-времени стремится к бесконечности. Но опять-таки, если сейчас восстановить движение поездов на участке Автозаводской Орехово, то эта связанность на порядок уменьшится, и тогда никакой энергии не хватит, чтобы пропавший состав вернулся. Поэтому вам нужно обязательно растянуть ремонт туннелей за станцией Царицыно на как можно дольшее время. «Вон оно как!» удивился Люксюта. «Но это нам на руку. Там у нас и так отставание. За полгода точно не справимся. Что ж, теперь и спешить не будем. Только все это как-то веет от всего этого безнадегой. Никакой определенности». «Что ж», ответил я, «тут я ничем не могу обрадовать. Нам всем осталось только надеяться и ждать». Я, конечно же, не сдержал обещание, которое дал Люксютову «Хранить все в тайне». Иначе бы вы не смотрели это видео. Но зато теперь ждать будете и вы. Если когда-нибудь, например, летом, вы войдете в поезд метро и вдруг увидите тепло одетых людей, и может быть, одного из них с густой бородой, а на экранах в вагоне ролики про недавнее открытие БКЛ, два сердца там и все такое, то знайте и радуйтесь, исчезнувший поезд вернулся в наше родное трехмерное пространство в наше время. Только вы тогда от радости не забудьте на следующей же станции нажать кнопку «СОС», чтобы вызвать дежурную, которая уже вызовет всех, кого надо, включая Люксютова и меня. И мы уже объясним пропавшим пассажирам, что уже давно не первое апреля. Редактор субтитров А.Семкин